Здравствуйте! Сегодня я отчитаюсь вам, как я обещала, о высадке рассады, которую мы с вами сажали буквально перед Новым годом. Ссылку на ролик я дам. Там я как раз рассказывала о том, что ко времени посадки рассады, семян в рассаду, у вас уже будет сравнительный анализ, какой способ посадки лучше. И, соответственно, сейчас я вам покажу, что же у нас вышло. Итак, первый мы с вами сажали, это в улитку. Ну, считается, один из самых сейчас передовых, самых таких надежных способов посадки семян на рассаду. Итак, во всех трех емкостях я использовала один и тот же грунт. Вот такой вот, геровский, сопровели, который я вам говорила, что он достаточно хороший. Анализ по грунтам, ролик я вам тоже ссылочку дам. Там я делала как раз сравнительный анализ всех грунтов, и мы пришли к выводу, что вот этот грунт один из самых лучших. Итак, смотрите, мы сажали в обычные кассеты, сажали в торфяные горшочки и сажали новый способ, самый продвинутый, это в улитку. Что же мы имеем сейчас, спустя две недели фактически. Итак, посада в кассеты, то есть кассеты у нас были, вот вы видели, да, в тепличке, кассеты стояли здесь под тепличкой. Итак, вы видите всхожесть. То есть здесь вот семена начинают только проклевываться. Еще раз скажу, что грунт везде одинаковый, кроме торфяных таблеток у них тут уже свой грунт. То есть вы видите, то есть вот один вот маленький семян, который начинает наклевываться. Далее у нас шли торфяные таблетки. В каждой торфяной таблеточке я посадила по два семечка. Вы видите, что одна только таблетка взошла с двумя семенами. Здесь вот росточек только появился, здесь второй, даже его почему-то не видно. И теперь, внимание, улитка. Честно говоря, я была очень приятно удивлена, потому что для меня это было совершенно неожиданно. Вы посмотрите, какая всхожесть. То есть фактически, ну, 99% семян взошли. Взошли дружно, ростки сильные, высокие. Уже у всех листочки, видите, какие сформировавшиеся. Только вот здесь вот у одного такое, здесь у всех прорастают еще те, наверное, которые я нечаянно просто заглубила немножко чуть поглубже. А так вы посмотрите. То есть однозначно могу сказать, что метод улитка, я ссылку дам, наверное, действительно самый лучший на сегодняшний момент. И так я еще повторюсь, что же в нем хорошего? Во-первых, по мере роста рассады поливать мы ее будем не через верх, а через вниз горшка. То есть мы будем воду лить сюда. Соответственно, корневая система будет ее забирать. И, внимание, верхний слой грунта будет всегда немного подсохший, что у нас обеспечивает здоровую рассаду. То есть корневая болезнь, черная ножка нас не догонит у рассады. То есть я уверяю вас, что черной ножки у рассады не будет, это 100%. Далее что? Я вам еще рассказывала, когда улитку сажала только что, что очень удобно будет пикировку делать. Потом, когда рассада станет достаточно высокой, места ей будет мало, мы будем с вами распикировать перец. Считается, что, в общем, бытует менее, что делать этого не стоит. Я вам покажу. Когда мы с вами раскрутим, вы увидите, какая корневая система там богатейшая, она находится. Вы знаете, то есть для растения не будет никакой проблемы. Болеть растения точно не будет. Ну и, конечно же, самой главной экономией места. Итак, все перед вами. Выбирайте, какой способ посадки для вас будет самый удобный. Но все-таки я за улитку. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока.